Самые быстрые, любознательные, находчивые школьники. Ролики отсняли и смонтировали. Жюри разместило работы в интернете. Зрители ими любуются, а заодно и голосуют, какой фильм нравится больше. Конкурс «Юный тележурналист» успешно проходит в Ахтубинске. И сейчас идет первый этап, когда идет интернет-голосование, то есть зрительское голосование. Проголосовало уже 540 человек. Вы можете ознакомиться с работами, с конкурсами ВКонтакте и на сайте Управления культуры. И там же можете проголосовать за работу, которая вам понравилась. Победителей, конечно, будет определять профессиональные жюри, но мнение зрительского жюри будет учитываться. Кадры некоторых работ мелькают на экране. Какие-то удивляют, какие-то впечатляют. Однако девичья команда остается при своем. Если смотреть нашу работу по сравнению с этими, я бы сказала, что мы вне конкуренции с ними. Юные леди – ученицы четвертой школы. Они выбрали тему достопримечательности Ахтубинска. Я была сценаристом, я писала сценарий на наше видео. Я была оператором и редактором самого видео. Было очень сложно при съемках, поскольку было тогда холодно и пришлось снимать на улице. Я была корреспондентой, рассказывала про разные достопримечательности. Конечно, не сразу получалось. Иногда что-то не запоминала, как грамотно это составить. И мы много-много переснимали. Юные тележурналистки условия конкурса выполнили. Сами придумали, сами отсняли, смонтировали. Временные рамки выдержали. В указанные сроки работу представили. Однако те, кто не успел, совсем не опоздал. Конкурс идет в режиме нон-стоп. Стать участником можно в любой момент. Присоединиться к конкурсу можно, просто подведение итогов это будет уже в другое время, не 1 июня. К 1 июня будут оцениваться вот эти 5 работ, которые были первые представлены. Следующий этап победителей будет подводиться к 24 августа, ко дню кино. А это значит, что самое время взять в руки камеру и снять самый лучший фильм о буднях или праздниках, о друзьях и наставниках, о ярких и не очень событиях. Впереди Христова Пасха, затем Победный Май, ну а далее теплые длинные летние каникулы, в которых каждый день эта маленькая история, составляющая маленькую жизнь. Есть небольшие планы насчет 9 мая и несколько еще задумок насчет того же родного края по тем же достопримечательностям. Взять интервью у пожилых людей, которые прошли через войну или какие-то другие события. Я думаю, можно снять летом о том, как мы отдыхаем, о наших речках, потому что зимой это было снять вообще невозможно. На набережную можно съездить. Еще можно собраться всем вместе и как-нибудь с экологическими проблемами связаны. Телефон, фотоаппарат в руки и вперед. Природа к съемкам уже готова. У каждого дерева муравьишки дом, а юному корреспонденту прекрасный фон. Придумывай, рассказывай, твори. У задорной девчачьей команды явно немало интересного получится. Советами специалистов они уже подкрепились, к новым творениям спешат.